добрый день дорогие друзья вы на канале питер видео с анной сми и сегодня я хочу с вами побеседовать на такую тему месяц тому назад еще в декабре я опубликовала на канале пост о плюсах и о минусах блогерства и попросила тех кому интересна эта тема задать интересующие вас вопросы ну конечно так сказать в разумных пределах и две подписчицы мне задали вопрос поэтому извините пожалуйста за опоздание что я заставила вас долго ждать я хочу ответить на эти вопросы и порассуждать на тему блогерства какой опыт мы получили что мы делаем как мы делаем как мы так сказать до такой жизни докатились хочу сразу же сказать что прежде чем открыть свой блог и свой канал мы находились в раздумьях честно говоря я не очень хотела записывать видео снимать их поскольку я человек достаточно скромный не публичный и вот выносить свои какие-то мысли знания ну мне казалось знаете что это может быть очень самонадеянно рискованно и ты как бы открываешься людям люди бывают самые разные но могу сказать что добрых людей хороших людей гораздо больше и давайте я вам отвечу на те вопросы которые вас интересуют не будем откладывать это в долгий ящик а потом уже порассуждаем о моем о нашем точнее опыте итак вопрос от девушки под ником аустен добрый день а кто мы вроде тут на канале только вы в кадре да в кадре только я за кадром мой любимый супруг если вы будете читать описание нашего канала то вы там увидите это наше семейное хобби и именно мой любимый супруг именно он подбил меня вот на такую вот на такие блогерские выход в свет выход в блогерство я бы сама конечно наверное не решилась на это мы решили попробовать и мы попробовали и ничуть об этом не жалеем интересно сколько времени вы тратите на съемку и обработку видео вы знаете мы по-разному тратим свое время и на съемку и на обработку время видео это в зависимости от того что мы показываем ну вот например такие болтологические видео принципе они не занимают большого количества времени конечно они требуют времени выставить свет зарядить аппаратуру записать все это смонтировать если это нужно затем зарендерить если например будет съемка в течение 30 минут то соответственно это будет рендериться то есть обрабатываться подготавливается для загрузки но в течение семи часов продолжительное количество времени конечно у нас много видео и из плейлистов такие как плейлисты в центре петербурга и парке пригорода обзоры павлова посадские платки так вами любимые это конечно занимает большое количество времени потому что съемка может занимать много времени минимум три часа а максимум очень очень много причем дальше нужно распределить этот материал отобрать тот материал который подходит который не подходит может быть внести какие-то поправки какое-то голосовое сопровождение мы даем часто информацию сопровождающие видео музыкальное сопровождение какие-то интересные монтажные стильные штучки чтобы видео было интересно познавательно и смотрибельно до чтобы было не скучно для этого нужно конечно много времени но вот например как мы снимаем павлова посадские платки это можно сказать целая эпопея у нас не получается знаете снимать так вот быстро найти 1 раз и все сделали поначалу я до снимала на телефон такие видео но потом я мы подумали что можно сделать видео лучше и если вы обратили внимание то с каждым новым видео о павлово посадских платков мы придумываем что-то разное мы думаем как преподнести интересный материал порой у нас здесь я так сказать горячие споры о том как этот материал скомпоновать как сделать какую музыку подобрать какой фон сделать в общем здесь очень много всяких интересных хитростей и мы с моим мужем по совместительству видео оператором в общем стараемся не останавливаться на достигнутом придумывать что-то новое интересное вот если мы будем говорить с вами о том что сколько мы платков снимаем до в день вот на обзор то много 30 40 платков съемка порой занимает около четырех часов обработка этого материала компоновка конечно это очень энергозатратная и трудоемкая работа порой мы что-то сделаем потом мы это нам не понравится мы это переделываем поэтому если учитывать что мы еще при этом работаем ведем хозяйственные дела у нас есть какие-то личные обязанности перед членами семьи поэтому в общем не так все быстро как хотелось бы но мы стараемся надеюсь вы оцените наши старания затем следующий вопрос много ли времени отнимает блогерство и стоит ли этого того вы знаете опять же все зависит от того что вы снимаете вообще много большое количество блогеров ну например женщины взрослого возраста они снимают о своей жизни таким образом они заполняет свой досуг свое пространство находят каких-то интересных людей общаются с ними затем мамочки в декрете да вот они показывают свою жизнь семейную жизнь в общем каждый находит блогерстве то что ищет мы не показываем видео о личной жизни ну вот в прямом смысле до а бытовой жизни мы показываем о личной жизни и от той жизни которые мы действительно ведем мы действительно ходим в театры мы действительно гуляем мы действительно делаем обзор и нам вот это все интересно и мы хотим этой информацией поделиться с вами знаете я в свое время могу сказать что ну у меня это в моем характере есть такая черта если я что-то знаю если мне что-то интересно у меня есть желание поделиться с другими людьми чтобы в свою очередь другие люди увидели узнали и так сказать открыли для себя что-то новое так например многие наши подписчики и зрители даже не знали от существования павлово посадских платков а благодаря и нам и другим блогерам они вошли в этот прекрасный мир и многие пишут под видео задают вопросы а вот если у вас такой-то обзор а какие платки где вы снимали видео где вы где можно найти эти платки где можно заказать и каждому человеку каждому задавшему вопрос каждому зрителю мы стараемся ответить потому что нам эту информацию мы не считаем нужно там скрывать мы наоборот ею делимся чтобы другие люди могли подели приобрести для себя что-то получить радость и удовольствие именно с этой целью и существует наш канал делиться с другими людьми информацией а информация вы знаете бывает самое разнообразное вы знаете я сама являюсь не только блогером в кавычкам хотя я не считаю что мы блогеры мы блогеры это те которые зарабатывают большие деньги вот кстати к вопросу о том что стоит ли этого если вы хотите заработать на ю тубе но это зависит от многих факторов от того какой контент вы делаете что вы снимаете о чем вы говорите допустим вы хотите раскрутить свою какую-то профессиональную деятельность или там свой бизнес ну по откликам некоторых блогеров у кого-то это получается у кого-то это не получается как в любом деле нужна определенная система то есть важно продумать тактику что вы будете показывать как вы будете показывать какая-то у вас информация как вы ее обрабатываете и конечно регулярность регулярность вот поначалу я помню я смотрела видео о продвижении своих роликов о продвижении канала на ю тубе ведь мы же начинали можно сказать с нуля никто нам не помогал никто нас не рекламировал никто никаких каких-то знаете усилий многие же вкладывают в канал деньги правильно таким образом продвигая и свои видео и свой канал мы никаких денег не вкладывали поэтому мы можно сказать чистого листа без чьей-либо помощи вот раз показываем на своем канале наши видео они приобретают популярность конечно у нас сейчас на данный момент порядка около двух тысяч подписчиков это за все время существования канала значит это вот мы где-то два с половиной года конечно это мало конечно этого недостаточно потому что многие каналы как бы раскручиваются гораздо быстрее но они и вкладывают в это деньги пиарит показывают и в общем здесь понимаете хотите заработать денег ну не знаю мы лично и ни копейки еще не получили хотя у нас включена монетизация но так как просмотров на каких-то видео не очень много поэтому мы ничего к сожалению не получаем зато мы получаем моральное удовлетворение потому что многие зрители они смотрят наши видео делятся им нравится они нам пишут такие слова вы знаете я обожаю вас пишут подписчицы вы поднимаете мне настроение вы даете нам позитив вы несете много интересного у вас очень интересный канал и были конечно у нас такие моменты когда честно расстраиваешься когда люди интересуются искусством не интересуются прекрасным музыкой литературы культуры конечно очень жаль что вот наши наши соотечественники для них эта тема какая-то вы знаете стала неинтересная все ушли так сказать в потребительство все думают о том как выжить все думают о том как и что на себя надеть но не думают о развитии своей души а именно искусство именно культуры дает нашей душе чистоту красоту и возвышенность какие-то высокие помыслы идеалы моральные принципы а без этого вы сами понимаете ни одно общество не может достойно жить и вы знаете я вначале как-то это болезненно воспринимала что а сейчас я ну немножечко так сказать рада тому что есть такие люди я посмотрела на это с другой стороны я поняла что хорошо что есть такие люди которые ценят эту культуру и искусство и дай бог чтобы кто-то может быть почерпнет из наших видео что-то интересное для себя и это даст какой-то толчок развитию человека потому что я могу сказать сама вот по себе здесь меня спрашивают о том подписчица и зрительница светлана броун аннушка у вас очень интересный канал хотелось бы побольше узнать о вас и вашей семье так вот плавно переходя к этому вопросу я могу сказать что мои родители мои родственники они я не могу сказать что они были связаны как-то с культурой что они работали в этой области нет но в советское время настолько много уделяли этому времени духовному развитию людей детей что это было нормальной частью жизни и люди тянулись получать знания образовываться получать какие-то интересные знакомиться с интересными событиями в мире культуры и искусства и вот я могу сказать что моя мама которую я очень люблю и которая очень много сделал для меня и всем хорошим что во мне есть я я обязана своим родителям своим близким так вот у нас была традиция каждый вечер родитель до или мамы или папа приходили и рассказывали да мне что-то интересное и вот этот вопрос мама расскажи мне что-то интересное это можно сказать один из любимых и популярных вопросов всего моего детства и до сих пор мы обмениваемся впечатлениям обсуждаем разговариваем о музыке о спорте о ну о многом разном то есть у нас есть о чем поговорить нам не скучно потому что во мне это разложили мои родители еще с раннего детства поэтому я например помню как мне ставили пластинки с музыкой петра ильича чайковского из балетов спящая красавица лебединое озеро щелкунчик и вот вы понимаете ребенок это если ребён с ребенком этим заниматься он постепенно впитывает впитывает себя вот эти вот эту красоту красоту музыки это благотворно влияет на развитие и взрослых и детей если вам интересно я могу вам рассказать о том как я образовываюсь как я вошла в мир классической музыки если вам интересно пишите нужен ли вам такой рассказ как как войти в мир прекрасного в мир искусства мир классической музыки а почему мы придаем такое значение музыки знаете я очень люблю ходить на концерты которые которые проводят большой зал филармонии и там часто выступают художественный руководитель дирижер юрий темирканов так вот он очень я считаю умный и мудрый человек и вот он привел пример о том что музыка это самое чистое искусство почему он сравнил это с футболом вот люди все любят футбол болельщики но заканчивается футбольный матч и дальше болельщики дерутся у них идет негатив кто-то выиграл кто-то проиграл и как правило но всем известная вот эти борьба болельщиков эти мордобои в то время как после концерта духовной музыки такого никогда не бывает потому что музыка это чистое искусство она не фальшивит она не лжет она вы обнажаете свою душу и наполняете свою душу прекрасными мира прекрасными звуками музыки ну это отдельная тема можно долго рассказывать о ней что еще хочу сказать что конечно youtube если мы будем смотреть с прагматичной точки зрения это конечно бизнес это большой бизнес где задействованы рекламодатели и вы знаете каналы миллионники где много рекламы где большие маленькие скандалы где и большие маленькие блогеры грызутся кто прав кто виноват высасывают из пальца какие-то там нюансы ну вот крайне мере на американском ютюбе там по моему известный скандал с джеффри стар потом татья известная личность это каналы миллионники и здесь конечно но грызутся еще и маленькие каналы я вот смотрю двух девушек ничего не знала о том что у них какие-то проблемы в взаимоотношениях но вот они все выясняют отношения уже не один год вначале они дружили потом они поссорились и теперь вот на этом вы на этой почве там что-то они выяснять отношения но вот мне лично как зрителю я могу сказать это совсем не интересно ваше личное отношение это ваше личное отношение вы все взрослые люди вы можете найти способ свой способ выхода не хотите не общайтесь никто вас не заставляет мне как зрителю хочется получить информацию прежде всего о том что меня интересует мне хочется получить хорошее настроение я хочу отдохнуть расслабиться они и не хочу чтобы меня впутали впутывали в подробности вот этих всех скандалов со стороны блогеров я могу сказать что это своего рода манипуляция поднятие рейтинга поднятие своего дохода потому что ну такова психология людей что людям не интересно спокойная ровная жизнь рассказы об искусстве культуре но как только возникает вот заветное слово скандал человеческое любопытство сразу стремится к этому но потом мы удивляемся о том что блогеры манипулируют нами вовлекают нас в это ну вот такова психология людей если бы людям было это не интересно наверно блогеры бы не снимали видео на эти темы поэтому что я могу сказать еще о минусах минусах ну наверное лично для себя лично для себя мы вынесли большое количество плюсов мы получили опыт мы получили прекрасных зрителей которые любят нас которым мы нравимся которые оставляют свои замечательные слова в наш адрес мы конечно очень благодарны и мы благодарны прежде всего за поддержку наших видео мы рады что люди могут оценить наши старания в том числе конечно для них прежде всего для зрителей поэтому спасибо большое всем я хотела бы вот сейчас какие у нас планы вот у меня есть замечательная книга анна андреевна ахматовой и скоро будет у нас дата 27 января начале 18 января потом 27 января это все дни связанные с начале частичным освобождением ленинграда от блокады а затем уже с полным снятием блокады с ленинграда поэтому конечно мы не можем обойти этот сюжет эти события эти даты и мы выпустим свое видео свой сюжет почитаем с вами стихи анны андреевна ахматовой о военном времени затем какие у нас еще планы ну мы обещали вам конечно павлово-пасадские платки показать надеюсь что это останется у нас силе и мы доживем до этого момента затем конечно вы знаете о том что у нас есть плейлист зумбы мы танцуем показываем вам танцы на разные ритмы и вот я сейчас уже подготовила очередную очередную очередной танец и конечно вам обязательно покажу поэтому если вам интересен наш канал пожалуйста не стесняйтесь своих эмоций высказывайте их мы всем очень благодарны за внимание к нашему каналу а с вами была анна сми на канале питер видео всего вам хорошего до свидания